Зал Дома культуры заполнен до отказа студенты медицинских вузов и колледжей, старшеклассники, которые только думают связать свою жизнь с врачебной карьерой, поддерживают родители. Для этих молодых людей важно, получив образование, вернуться на малую родину и быть востребованными и успешными. Мечтала всю жизнь связать с этой профессией. В детстве играла в медиков. И когда я закончила школу, куда поступать, даже вообще в принципе не было вопросов. Когда я не раз проходила у нас в Тородубе медицинские осмотры, всегда в больнице меня приглашали сюда, говорили, если вы придете к нам работать, у нас строится новая поликлиника, вам дадут квартиру, будет хорошая зарплата. И вот шанс узнать все из первых уст. Никаких программных речей, прямой диалог с губернатором. И поотечески добрые, но такие важные напутствия. У вас будет хорошо тогда, не там, где вы будете жить, а как вы будете работать, как будете носиться к своим обязанностям. Вы можете остаться жить в Брянске и не состояться. А можете приехать в Тородуб и состояться как специалист и в дальнейшем сделать карьеру. Такой представитель стоит перед вами, который с деревни, с поселка стал губернатором. Но только через тернии, через труд и через стремление добиться успеха. Сегодня они учатся в Курске, Самаре, Смоленске. Приезжая на каникулы, замечают, как меняется вся Брянская область. Видят и то, что сделано в районе. Особенно по линии медицины. Это уже почти профессиональное. Масштабный ремонт центральной райбольницы и строительство новой поликлиники на 150 посещений в смену. Стоимость лечебного учреждения – 270 миллионов. Уже в августе оно откроется. Современное, с высокотехнологичным оборудованием. В прошлом году район получил новый передвижной ФАП и пять новых машин скорой. За этот год еще семь фельдшерско-акушерских пунктов района превратят в отвечающие всем запросам медцентры на селе. Нужны рабочие руки и светлые головы. Врач состоится тогда, когда есть современное оборудование и есть на чем работать. Вот сегодня в Стародубе, в Стародубском районе, строительством новой поликлиники с капитальным ремонтом больницы мы должны создать условия. Условия для работы наших медиков. Но я это просто понимаю, что нам нужно обновление кадров, нам нужно новые кадры, нам нужно новое видение. Вопросы от целевиков и от тех, кто учиться пошел без такого направления. О востребованных специальностях. Больше всего интересуются беспрецедентной областной программой по обеспечению жильем. На ее исполнение выделен миллиард рублей. Стартовали в 2018-м 41 квартиры. 178 квартир для медработников приобрели в прошлом году. В 2020-м больше двух сотен. 219 квартир у нас есть. В частности, в Стародубском районе 7 уже стоят, ждут молодых специалистов. Эта тенденция в 2020-м году будет продолжена, потому что программа будет действовать несколько лет. Кроме этого, заработная плата соответствует той нормативной карте. Мы на территории Брянской области выдерживаем ее. Более того, она у нас даже несколько выше. К слову, в Стародубе строится новый дом, в котором также медики получат жилье. А чтобы квадратные метры перешли в собственность, условия просты. Отучившись, вернуться на родину и отработать на месте 10 лет. Пора уже определяться с будущим. Шестой курс. Думаю, что очень интересно. Будем думать. Зарплата высокая. Возможно, жилплощадь. Коллектив, возможно, хороший. Потому что тоже рассказывают, где работают в районах. Хороший коллектив помогает адаптироваться. Помогаются на новом месте. Интерес к нашей областной программе настолько большой, что едут со всей страны и не только. У нас приехал врач с Сирии и работает. У нас в Белоруссии приехали врачи. У нас приехали с Белгорода, со Смоленска. У нас сегодня мы открыли сосудистый центр в Плинцах. У нас приехал врач с Кемерово. И он там за отделением этого центра. Есть немало примеров, когда возвращаются свои. Причем и среди среднего медперсонала. Я училась в городе Брянск в техникуме Амосова. Специальность фармация. Сейчас я работаю в государственной аптеке в поселке Меленск. Перебралась поближе к родным. Уже открылись современные спортплощадки в Меленске и на Стародубском стадионе «Заря». Благоустраивают парки и скверы. На очереди новый ледовый и бассейн. С 2014 по 2018 годы в городе и в районе построено свыше 139 километров автомобильных дорог. В 2019 году более 30 километров дорог местного и регионального значения. В текущем году работа по улучшению качества дорожного покрытия на территории района продолжится. Планируется произвести ремонт более 25 километров автомобильных дорог. Отдельная благодарность за предуниверсарий. Уникальное учебное заведение, а для школьников путевка в лучший медицинский вуз страны – Сеченовку. Особые слова благодарности от всех родителей предуниверсария я хочу выразить вам, Александру Васильевич, нашему губернатору. Потому что вы смотрите на многие годы вперед, вы человек, дело и слово. И знаете, что делать? Вот создание предуниверсария – это уникальное учебное заведение не только на Брянщине, но и по всей России. Когда мы открыли, когда набрали первых учеников, первых студентов, и когда я понимаю, что мы дали им такую возможность поступить лучше у страны. Почему? Потому что они все будут иметь при поступлении 10 баллов преимущества. В первом наборе, где лишь 100 ребят, были в основном брянские. Но для Кристины Синявиной желание учиться оказалось сильнее. Поступила из Стародуба. Учиться сложно и непросто, но само желание и стремление, оно как-то все перекрывает, наверное. И тебе хочется учиться, это интересно. Набор 2020 года – это уже 300 человек, которые разместятся в собственном здании. И приехать смогут со всей области. Будет общежитие. Все это под чутким руководством нашего земляка Петра Глыбочка, ректора Первого Меда. Работа с медицинскими кадрами в регионе комплексная. Поддержка мощная. Нужно от будущих врачей только желание работать. Здесь мы сделаем все, чтобы состоялись как специалисты, и чтобы имели лестницу для движения вперед. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ